В Министерстве обороны Украины заявление российского президента комментируют сдержанно. Российская федерация будет принести ответственность за свои незаконные действия в международных судах, потому что, как мы знаем, Украина обратилась к международным судам с ответственными позовами о отшкодировании того мая, которое осталось на незаконно аннексованной территории Крыма. Кремли утверждают, что сейчас на территории полуострова приблизительно полсотни кораблей, принадлежащих Украине. В распоряжении проекта «Радио Свобода» Крымреали оказался список морских судов, оставшихся в аннексированном Крыму. Всего их 39. Правда, в силу различных причин этот список может быть несколько короче. На сегодняшний день на территории временно оккупированного Крыма находится порядка 30 кораблей и судов обеспечения. Владимир Путин заявляет, весь этот флот достался России в плачевном состоянии. Киев говорит, весной 2014-го эти корабли могли выйти из Крыма своим ходом. Их техническое состояние на период аннексии Крыма, речь идет за весну 2014-го года, было удовлетворительно. То есть фактически все эти корабли могли выйти в открытое море и совершить переход морем к новым местам базирования. Впервые речь шла про порт Одесса. По словам предсекретаря Путина Дмитрия Пескова, такое решение главы российского президента – жест доброй воли. И такой шаг будет способствовать реализации минских договоренностей. В Киеве, однако, предложения Кремля воспринимаются всем иначе. Показывает Европе и американцам в отношении того, что он делает как будто бы конкретные шаги навстречу Украине. И сейчас вопрос стоит о санкциях. Соответственно, вопрос должен быть сняться в повестке дня. Или частично, соответственно, сниматься поэтапно, как действует Путина в интересах и мира. И стабилизация ситуации Украины. В 2014 году Кремль сообщала о готовности вернуть Украине 350 единиц военной техники. В Минобороны России тогда заявляли, советская техника, состоявшая на вооружении ВСУ, для них ценности не имеет. Позднее Москва обвинила Киев в срыве возврата этой техники, объяснив это началом активных боевых действий на Донбассе. Сейчас, кроме кораблей, в Крыму находится и бронетехника, двух мотострелковых батальонов, а также артиллерия нескольких дивизионов. Владимир Унец, Иван Любешкирдей. Настоящее время. Киев.